Всем привет, с вами Дубгай, и мы начинаем играть за Советский Союз в Total Cringe Точнее Total War, но в простом роде я его называю Кринж Потому что это демо-версия Порта Блейза с большей части механик из Black Ice Его называют сложным, я бы его не назвал сложным, но вполне себе любопытный, как минимум Здесь достаточно интересно сделаны фокусы, по-своему сделаны исследования Я бы сказал, опять-таки, просто 9 из 10 здесь Black Ice И чуть с какой-то отсебятины Но вот все равно выглядит интересно, и мне хотелось бы еще в какие-то historical моды поиграть Но Black Ice я уже очень даже поперек объездил Пока что там не за что проходить, так что-нибудь по-новенькому А здесь можно попробовать Так, здесь что смотреть мы будем делать? Во-первых, авиация Мы идем истребители, штурмовики и стратеги Плюс еще немножко самолетов-разведчиков, потому что они очень полезные Вот Далее, танки у нас тут куча исследований На самом деле мы идем просто в средние Может быть еще в тяжелые пойду, посмотрим Здесь есть куча артиллерии Здесь есть тяжелая артиллерия, самая важная И здесь тяжело брать города без тяжелой артиллерии Но на Советском Союзе нам брать города не нужно, поэтому мы ее особо качать не будем Вот, здесь также есть моторизация потихоньку Ну, все называют механизация Хотя вполне себе мы переходим на машины, поэтому я бы назвал моторизация, а не механизация Ну ладно И мы можем производить, если бы кони на наших заводах, да Те самые кони, которых собирают на Челябинске Вот, и машинки, соответственно, и мы выбираем Как мы, насколько пользуемся машинами, насколько конями И если зайти в нашу дивизию Смотрите, у нас сейчас запряженная лошадьми Можно использовать типа одну лошадь Две лошади Лошадь-машину Либо одну большую машину То есть вот это самая эффективная моторизация Но при этом самая дорогая, причем невероятно Видите, 3200 сейчас стоит Это дает минус 40 расхода припаса То есть он в одну единицу выходит, но это добавляет просто 700 стоимости Так что это мы делать не будем Для нас это будет дороговато Далее По исследованиям Тут, как вы можете видеть, мы немножко авиации Немножко что-то для следующего у нас нет И в основном идем в промышленность Плюс немножко в электронику С электроникой у нас, ну, откровенно говоря, проблемы И если прямо сейчас их не так еще много То потом еще будут дебафы на дополнительное время исследования Здесь видите, у нас плюс 25 к времени исследования И тут еще будет потом побольше, по-моему Так что я думаю, надо электронику чуть-чуть пораньше начать исследовать Давайте даже вот так вот тоже сделаем Потому что здесь очень важно производить радио И потом по вот этим техам добавлять радио в наши дивизии А за счет этого получать просто, ну, очень солидные статы Вот, допустим, здесь или здесь посмотреть Ну, статы прям космические Вот За некоторое количество радио По фокусам мы пойдем сначала в чистку Ее можно делать сразу, я думаю, ее нужно делать сразу Потому что потом какое-то время она будет проходить Дойдем до главенства НКВД Это даст нам рабочую лошадку Берию Берию здесь считают рабочей лошадкой Ну, это, конечно, выглядит немножко смешно Но допустим Вот, поставим его Получим от 10.02 Будем заполнять все на политку Потом мы, скорее всего, выйдем вот сюда В поддержку Испании Надо будет попробовать помочь Испании победить Если даже не победит она, то мы хотя бы там получим опыта неплохо Ну, и потом пойдем, конечно же, просто в экономику Причем я, когда на стриме играл, я брал пилкач Он давал какие-то решения Но по ощущениям он не сильнее, чем 3 ТНП и 0.1 политки Так что, скорее всего, мы пойдем сюда Просто посмотреть альтернативный опыт Насколько это поэффективнее И очень-очень важно нам будет выйти вот сюда Получить еще одну чайку исследований И взять себе перед этим ленинградский концерн вот этот Здесь есть еще сталинградский на промышленность И, блин, вот настолько смешно, что тебе дают два выбора Но у тебя в фокусе требуются конкретные То есть у тебя в факту выбора нету Ну, так вот в моде придумали И типа так должно быть Ну, так и быть, окей И потом мы еще выйдем вот сюда Мы здесь получим исследование к нашему следующему среднему танку И в 39-м, вот когда мы будем исследовать эти танки До этого момента мы вряд ли будем сильно фокусироваться на танков В основном на авиации Мы здесь вот получим просто сразу до 34-40-го года Вот как раз мы сможем получить где-то это в апреле 39-го Я думаю, это будет нормально И в этот момент мы будем полностью фокусироваться на производстве Техники средней Бронетанковой А до этого будем стараться побольше именно самолетов делать Поехали Итак, у нас тут пятая колонна Ну, да, мы, собственно говоря, сейчас ей будем заниматься Пятой колонны у нас больше не будет И здесь ставим освобожденных рабочих, потому что это самый эффективный оккупационный закон Далее, у нас тут куча разных дивизий есть Вот эти вот гарнизонные дивизии мы можем просто распустить Я заранее здесь вот начал заказывать просто тонну стрелковых нормальных дивизий Так что нормально И кавалерию мы также можем распустить, я считаю Ну и вроде плюс-минус мы готовы, остальное будем еще смотреть И переводим все дивизии вот сюда, чтобы они снабжались И никто не сгорал от нехватки снабжения, кроме вот этих танковых Эти танковые поедут вот сюда На границу Даже, наверное, можно одну дивизию сюда перенести, потому что нам нужно 6 будет всего Не будут участвовать в пограничном конфликте с Японией Так, народное движение А политка за демократию, либо стабильность Ладно, демократия это демократия, стабильность не хочется терять Итак, суд у нас на Троцкидске с таким центром Так, гражданскую войну, конечно же, не хотим Смотрите, мы можем кого-нибудь снять за политку, но не хотим Значит, мы снимаем, скорее всего, вот этих ребят Потому что Зиновьев и Камень, в принципе, они уже и так в тюрьме Так, классический вент про Турцию, конечно же, мобилизуем Но потом они сбавят обороты А мы сразу делаем еще и разведку, чтобы начать взламывать Германию Ну и, в принципе, ее союзников, сателлитов Турция идет на Камробис, все-таки все как обычно И мы копим, думаю, политку, чтобы... Хотя нам даже не надо будет накопить Но, в общем-то, нам нужно вот дойти до сюда и поставить Иберию На это мы и потратим нашу всю политку, что мы получим Еще здесь можно нажать вот эту кнопочку Но даст минус эффективность производства максимальное То есть, ну, мы чуть будем меньше производить Просто нам не сильно важно У нас пока новых заводов, в принципе, плюс-минус нет Вот только вот здесь вот мы сменили машинки Да, так что мы можем потерпеть Но с этим мы получим политку На самом деле меньше, чем 50 Мы там получим 30-ку, да, где-то Но минус 1 ТНП, в принципе, я думаю Плюс-минус этого стоит Единственное, наверное, это стоит лучше нажать попозже Когда у нас будет чуть больше фабрик с фокусов Ну а здесь мы начинаем уже взламывать сразу, я думаю Италию и Германию одновременно Почему бы и нет? Итак, большая очистка есть Идем в пропаганду коллективизма Итак, мы заканчиваем этот фокус И сначала мы все-таки сделаем, конечно, частичную мобилизацию А затем, как сможем, ставим все лошадки Потому что, согласитесь, экономика, конечно, важнее Мы намного больше сейчас построим уже фабрик И тайные суды над генералами Так, но здесь Тухачевского мы берем Потому что это война Рокоссовского мне не хочется, так что Тухачевский И в Испании сейчас гражданская война Но, как я и сказал, мы не зря, я думаю, сюда пошли Мы успеем по политике чуть больше зафармить Думаю, это все-таки чуть важнее У нас есть 1,62 прирост И теперь идем, конечно же, в поддержку Испании И мы отправляем добровольцев в Испанию Еще три авиационных туда можем заслать Я думаю, это будет два отряда истребителей И один штурмовиков Поэтому давайте-ка вот так И вот отсюда мы тоже забираем Два лавя крала И вот добровольца прибыли Будем сейчас работать И я вижу здесь еще русская авиация появилась, кстати говоря Можно еще вот так перебросить Поддержка Испании готова Можно еще, знаете, что? Сделать вот этот фокус на убийство Труцкого Чтобы убрать себе там плохие вещи Но вообще, я думаю, о наследии Великого Гола Голода бы тоже было бы хорошо убрать Первее, так что давайте пойдем уже в пятилетку И вербуем в Германии Собственно говоря, шпиона И будем теперь там делать Различные интересные вещи Давайте начнем с внедрения в армию, пожалуй Тут в Испании, смотрите Даже какие-то окружения получаются Я думаю, мы вовремя успели помочь И сейчас на юге попробуем что-то как-то сделать Чтобы Ледняя фронта была так На севере Вот сюда бы тоже куда-то пробить Ну, посмотрим, как получится Можем им еще дать военные заводы На самом деле В этом есть некоторый смысл Да, они реально нарастят преимущество Давайте хотя бы разочек мы это нажмем Эта церковь ликвидирована Давайте идем в тяжелую промышленность Это еще даст бафы на исследование Но самое главное Мы побыстрее выйдем вот сюда И уберем на наследие Великого Голода И все 20% скорости стрельства фабрики поставим И ставим советника Ставим советника на скорость стрельства Как раз таки в фабрик Потихоньку-потихоньку разгоняемся Так, там кто-то арестован в Синане Вам надо нажимать Он по-прежнему необходим Чтобы Китайцы там вместе воевали против Японии И вот Объединенный китайский фронт Ура Все же мы вообще неплохо так фармим И испанцы так вроде как неплохо фронт держат Давайте даже посмотрим на потери И Блин, нет Наши несут намного больше потери Так что я ожидаю, что постепенно война будет идти В сторону франкистов Но пока что у них заводов меньше За счет все это время пока что Вот эти испанцы вырезают больше пушек А здесь основное ограничение это именно пушки И мы внедрились, но у нас одного агента захватили Нужно теперь его возвращать Кстати говоря, забавно, что именно агента У которого есть германское гражданство Казалось бы, он наоборот должен не попадаться Ну ладно А еще у нас вот эти дивизии занимались подавлением И я думаю сделать вот так Потому что видите, мы добавляем военную полицию До этого не было Было только НКВД И вроде как у нас все потребление уменьшается Кроме, видите Определенных Единиц машин, да Ну да, все остальное меньше Допоснащение чуть-чуть И чуть-чуть автомобилей Но в целом, я думаю, стоимость должна уменьшиться Давайте даже проверим вот так Сейчас нам нужно 663,70 Так Теперь делаем так Да, видите, намного-намного меньше Отлично Итак, судно 21 единицей Ну и тут флот легко отделался, конечно же И да, у нас участка офицеров Все продолжается и продолжается Итак, сельские проблемы Безработица растет Ну смотрите-ка Мы делаем вот это сейчас Потом вот это И безработица растет Мы можем ликвидировать частично Потом еще, по-моему, какое-то решение будет на это дело Так что пока что нам нормально Заводские смены пока нам не нужны Смотрите, мы потом, я думаю, выходим либо сюда Я думаю, всегда вот мы пойдем в ячейку исследований Как можно быстрее Потому что, ну, нам нужно очень много чего исследовать В этом моде И потом попадут в культ прогресса Но до следующей пятилетки Мы до культа прогресса верно не дойдем Так что, думаю, будем просто идти вот сюда За фабриками И я думаю, мы еще должны взять вот этого парня Потому что, во-первых, это опыт Можно взять вот этого, в теории, на еще больше опыта Но Примизводовки дивизии И плюс опыт вот этот вот Нам пригодится сейчас Чтобы наши дивизии все Которые у нас здесь появляются Тренировать подешевле Но мы их всех обязательно будем тренировать Ну и по ощущениям политика У нас все-таки к войне Накопится достаточно Чтобы мы все здесь поставили Что нам нужно И потом Можно будет, если что, что-то переставлять Вот этого парня в том числе У нас здесь будет, скорее всего, Жуков Либо Егоров Посмотрим Ну и к уже войне там У нас будет фокус на вот этого Чуйкова Он достану атаку и скорость Это мы тоже, конечно же, поставим Как можно будет А мы сейчас делаем опасный маневр Пробуем вот этот юг окружить В принципе, у нас шансы неплохие Я вот здесь вот уже веду дивизию Наш тыл укрепить Но в целом шансы, я думаю, хорошие Итак, тут война пошла в новую стадию Появился у нас оригинальный союз Соборона Арагона Анархисты восстали Но мы также поддерживаем республиканцев, конечно же И потихоньку сейчас будем Зажимать вот это вот окружение Еще очень важно, что здесь уже нету дебафа Вот этого вот Мы реально можем прямо атаковать И вот так вот Мы их окружаем Я думаю, можно вот так вот еще сделать Вряд ли мы эти три сразу окружим Но главное здесь Оно отлично Испанцы уже нас сзади прикрывают Главное просто плацдарм побольше занять Ну, чтобы нас потом случайно отсюда не окружили Но это уже невозможно Я думаю, мы сможем это победить А потом посмотрим Скорее всего, на восток сюда пойдем С этими сражаться Но как еще увидим Вот этого чела мы выкачиваем Уже очень солидно У него скоро будет третий левел Он очень хорошо качается Скорее всего, мы его и поставим Нашим фельдмаршалом Потому что у него будет Скорее всего, приспособленец У него уже есть холмы Будут еще, я думаю, горы Либо лес на севере посмотрим Командующей пехоты И, конечно, не хватает Мастера Стабжения Это очень важно Но Мастер Стабжения Он скачается вот здесь вот Параллельно Второй фельдмаршал И да Конечно, хочется Но мы не можем Потому что это нужно 24 дивизии иметь У нас добровольцами 24 дивизии Очевидно, не будет И получали мы уже опыт Можно начать качать доктрину Не очень выгодно это делать Все еще Потому что у нас чистка офицеров Огромная Но потихоньку она будет уходить Ну и нам в любом случае Нужно это выкачивать Я дождался, пока у нас появится Опыт на то, чтобы баф нажать Пока до этого не качал В целом, я думаю, нормально Еще, конечно, было бы неплохо Честно говоря Вот после этого фокуса Взять себе положительный героин И поставить себе Вот сюда Жукова Он даст нам еще плюс 15% исследований И я думаю, это того стоит Испания перемещает Золотой запас Как удачно Мы здесь появимся О, испанский золотой запас Наконец-таки А здесь мы берем себе Вот это Старализированный контроль Самое лучшее для Минобою Для боя в воздухе просто И еще я сделаю фокус На убийство Троцкого Тоже надо сделать Чтобы стабильность у нас Чуть повыше стала Так, отлично Потихоньку-потихоньку Восстанавливаемся И теперь идем вот сюда Тракторные заводы Японская провокация Сейчас мы с ними разберемся И идем на ячейку И мы набрали нашими агентами Плюс мы взломали Германию Достаточно разбит данных Чтобы видеть, что там Поправочность в Германии И пока что, но Они примерно на нашем уровне Но скоро они там начнут Своими фокусами И под своими хорошими бафами Настраивать еще побольше И захватывать Особенно Австрия Там будет Числовакия Вот Но У нас есть разве данные Мы очень жестко вложиваемся В агентство И думаю Это окупится Плюс Мы будем сейчас красить Чертежи И промышленности И военные Будем стараться красть У нас шпионы Просто на полную работают Так что я думаю Мы сможем догонять По технологиям Хоть как-то Вот пограничный конфликт Начался Но у нас здесь Легкотатковая наша дивизия Да И моментально мы выигрываем Супер Теперь можем вернуть Все дивизии Обратно в Европу Больше у нас с японцами Ничего такого не будет И нам нужно будет Знаете что еще сделать Надо сделать будет формы У нас есть вот такие вот формы Мы Они используются буквально В карты дивизии Очевидно И нужно будет сделать вот так Когда мы накопим На этот опыт И здесь В Испании Мы забираем порт Этого окружения И сейчас будем просто Потихоньку добивать Н-город Конечно тяжелой Растиллерии нету К сожалению Но Как есть Можем и Китаю Помогать теперь Военными заводами Но пожалуй не будем Дальше Что это японцы готовятся По-моему они уже Ничего не делают Ну ладно Типа они вряд ли же будут Продолжать Они уже проиграли его Ну да Мы тоже Должны отправить В Китай Но надо сначала С ними улучшить отношения И добровольцы Я думаю тоже 7 штук Можно туда отправить 7 штук добровольцев Это солидно Вопрос только Что мы хотим туда отправлять Городострелков Либо танки Что нам бы конечно Танковый лидер Еще прокачать Но А у нас есть кнопка Вывернуть добровольцев В этой игре В этом моде Точнее нету Но Но У нас будет Финская война И потом после финской Думаю мы тогда Уже танки отправим И пока давайте Городострелков Вот тоже Каким нибудь Более менее Хорошим парнем Вот Попов Он неплохой На самом деле У второго левела Но у него уже Четыре атаки Давайте его и отправим Только конечно же 7 дивидий Как по лимиту И 6 авиакрыльев Можно туда отправить Сейчас у японцев Воздуха там Не будет Так Вот мы засылаем Кайф Ну и все Или мы здесь берем Даже несмотря на то Что у нас нету К сожалению Тяжелой артиллерии И Так мы украли Морское десантное стреление Господи Ну и кал Но что есть Как говорится То есть Ну и слушайте Мы теперь даем Преососство воздухе Японцам Вот точнее Боремся с их Преососство воздухе Японским Сейчас еще дивизии Добровольцы Подъедут Попробуем здесь Вот их выбить И потом Подправимся Просто на север Есть ощущение Что мы сможем Японцев просто Полностью задушить Здесь И вот еще одно Окружение получилось Под Испанией Супер Будем сейчас Его тоже ликвидировать И блин Можно вообще и тут Попробовать Но давайте Не будем слишком Жадничать Прикрывая здесь Наш так сказать Переход Чтобы нас здесь Не окружили Будем сейчас Вот так вот Выбивать Здесь в Китае Мы сейчас Занимаем позиции Из которых Мы будем Контратаковать И знаете что Можно наверное Уже Какой нибудь Одно Авиакрылло Отсюда убрать Вот сюда И вот это Им каких нибудь Легких Бомбардировщиков Прислать Давайте только Их перебросим Заранее Куда не поближе Чуть-чуть Оттуда Как этот Шестой Шестой Крылло уедет Мы сюда Перебросим Ну и конечно У нас здесь Проблем Особых С прорывом Нету Сейчас просто Забросим Японцев Обратно в море Я думаю Вот они пытаются Атаковать Но Присутствовать У нас А не у вас Такой вот Нюансик Есть один И сейчас Еще и Поддержка С воздуха Будет Нашей Бомбардировщик Так что Удачи Японцы И Получилось Отличное Обровление Вот здесь Вот еще Итальянские Дивизии И немецкие Дивизии Мы здесь Уничтожаем Ну это Шикарно Конечно И мы Наконец-таки Накопили Политку На Жукова Отлично Следуем Мы уже Ну Солидно То есть Вот это Уже будет 300 дней Помните Там было 600 Набрали уже Бафов На то Что Перекрыть Дебаф По крайней Мере Могли Мы вот Здесь Вот Укрепиться Сейчас С поддержкой Китайцев Я думаю Мы Должны Кушать Потому что Ему Стопать Некуда А ну Вот видите Не очень Успешно У нас Получается Ему Стопать Некуда Аргу Они не Восстанавливают Если мы Их Постоянно Атакуем Так что Рано или Поздно Они будут Выбиваться Только Единственный Минус Что Начинают Атаку Не Мои Дивизии И из-за Этого Не Мои Дивизии Первый удар Вот этот Принимают И Наносят Ну Будем Между Атаковать Не будем Давать Военные Заводы Испании Потому что Ну Она Уже Справляется Вроде Как Эти Заводы Лучше Уже Вкладывать У нас Потому что Мы тут Очень Жестко Сейчас Устраиваемся Ой Начинают Касочки Взлетать Это Зачет Что Японцы Начинают Здесь Пропадать Здесь Очень Хорошо Защищались Здесь Фортификация Есть Это Холмы Хотя У нас В принципе Холмы Не Так Не Такой Важный Фактор Но Все Рано Они Были Неплохие Там Дивизии Укрепленные Рано Или Поздно Все Заканчивается Хорошее Кроме Высадок Японии Японские Высадки В тылу Сейчас Могут Как-то Обратить Ситуацию Но Мы Постараемся Их Ликвидировать И Мы Бегом Уходим Вот сюда Удаляем Этот Приказ В принципе И Сейчас Будем Этот Циндау Выбивать Всеми Дивизиями Это Город С Укреплением Так Что Не Так Все Просто Будет Но Ничего Мы Справимся Мы Все Так Полностью Окружили Город В Левом Случа Самое Главное Что Японцы Вообще Не Прогрессируют В своих Атаках И Я Считаю Что Это Наша Победа Как Добровольческого Отряда Слушайте Японцы Привились Достаточно Войск И Начинают Пробивать Поэтому Мы Просто Отходим Отсюда Подальше Туда Будем Дирать Здесь Территорий Но Как я Сказал Самое Главное Что Мы Ввергли Достаточно Времени Для Чтобы Японская Атака Провалилась Ух А вот Ячейки Исследования Станет Нам Чуть Сейчас Попроще Дышать Ну А мы Идем Сюда За Фабриками Инфраструктурой И Мы Украли Бонус На Исследование Радиотехники Ну Радио Электроники Точнее Машиностроения И Мы Можем Вот Это Вот Исследовать Под Баффом 45% Видите У нас Там Минус 25 Минус 35 Но Ваф Перекрывает Это Поэтому Мы Можем Взять Себе Плюс Пять Исследований В принципе Потерпеть И нормально Будет И Они Наконец Сдали Пекин Но Господи Уже 38 Год Я думаю Не стыдно Знаете Пекин В 38 Году А вот Японцам Не взять Ничего Другого Конечно Сыдновато Должно Быть И Накопив Опыт Мы Делаем Себе Новую Униформу И Сразу Ж Ставим Сюда Она Будет И дешевле В производстве И Лучше По статам Так что Я думаю Можно Будет Даже Сделать Вот Как То Так И Не знаю Дальше Возможно Пехотку Можно Было Перевооружить Здесь Да А дальше Посмотрим Тоже Надо Будет Скорее Что-то Модифицировать Но Скоро Сюда 28 Б Я Решил Не Брать Баф Потому Что Ну 30 День Фокуса Я Не Хочу Тратить У нас Фокусов Много Важных Вот Этот Фокус Благодаря Этому Пропустится Где Это Было Написано Я Подходи Наверное Вот Сюда Но Мы Подождем Конечно Ж Марта 39 В принципе Перед 39 Будем Начинать Туда И Чтобы Максимально Эффективно Было Сейчас Пока Будем Выкачивать Просто Все Фабрики Казавторе Пятилетка Обязательно Будет Пойти Вот Сюда Там Мурманска Положить Жжд И Узлоснабжение Это Даст Нам Возможность На Финлядию Нападать Без Каких Либо Жестких Инвестиций В Инфраструктуру Но Дальше Посмотрим А я Думаю Что На этом Наша Серия Подходит К Концу Ребят С вами Был Доб Гейм Подписывайтесь Если Вы Не Подписаны Лайки Комментарии Группа Дискорда Ребят И Всем Пока